Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня суббота в Киеве 21.00 в прямом эфире программа «Украина с Тиграном Мартиросян». Мой гость – украинский политик, народный депутат 5, 6, 7 и 8 созывов, дважды кандидат в президенты Украины Олег Лешко. О росте заболеваемости коронавирусом в стране, о проблемах с вакцинацией и введении локдауна в ряде регионов, об итогах очередного заседания СНБО и многом другом – наш разговор далее. Добрый вечер, Олег Валерьевич. Здравствуйте. Прежде чем мы перейдем к выше обозначенной мной повестке, я хочу, чтобы мы обсудили и оговорили экстраординарное событие, которое буквально сейчас происходит на улице Банковой в Киеве. Дело в том, что там состоится сейчас протест сторонников заключенного Сергея Стерненко, бывшего руководителя Одесского правого сектора, и случилось буквально нападение на здание офиса президента Украины. Разбиты двери, входные двери в помещение, разбиты окна, вот там жгут вот такие фаеры. Давайте буквально прямо сейчас посмотрим и послушаем, какие события происходили и происходят на данный момент у здания офиса. Дайте звук, пожалуйста. Ну вот так было испорчено, вот мы можем наблюдать, что непосредственно происходило. Наша съемочная группа работает на месте событий. Мой коллега Евгений Назаренко сейчас на прямой связи со студией. Евгений, приветствую тебя. Расскажи, пожалуйста, в двух словах о том, что происходило и происходит сейчас на данный момент под стенами офиса президента. Тиграна, приветствую, но на самом деле сейчас уже спокойно, а вот еще полчаса до того, что под офисом президента было действительно горячее. Потому что пришли протестовальники, которые не погодились с вчерашним решением Одесского суду, который оставил Сергея Стерненко под вартою. Я напоминаю, что его засудили на 7 лет за выкрадение и катание человека. И вот люди с этим не погодились. И плюс до всего, додает цей дате, потому что сегодня день народжения Сергея Стерненко. Вот они пришли. Сначала протест был мирный. Потом начали палить фаеры, кидать их в все боки. Даже мне под ногой один фаер упал. То есть было, правда, так вот, ну, очень горячее. И потом уже начали кидать фаеры в сам офис президента. Зламали двери, разбили вкна. И могли пострадать, на самом деле, и сами. И потом уже, когда пришла полиция, на самом деле, когда подпалили табличку администрации президента, потому что тут еще досять табличка администрации на офис президента. Когда подпалили эту табличку, то тогда уже пришли правоохоронцы у шоломах и бронежилетах. Но им также досталось фаерами. И они отступили. Они так и не вступили в бой. И протест не перерис у предстояння активистов и правоохоронцев. Ну, власне, уже после этого протест набув такого спокойного характера. Потом запустили фаерверки прямо біля офису президента на честь Дня народжения Сергея Стерденка. И уже после этого и сейчас протестовальники потроху расходятся. Тиграны. Спасибо большое, Евгений, за информацию. Будьте осторожны, пожалуйста. Ну, я понимаю, что уже все закончилось. Но, тем не менее, Евгений Назаренко, мой коллега с места событий с нами на прямой связи. Олег Валерьевич, краткая ваша оценка произошедшему и происходящему? Я думаю, что, очевидно, это ответственно на то, что в Украине нет правосудия. Когда нет справедливости, тогда начинается беспредел. Я, безумовно, за мирные акции, за мирные митинги, я считаю, что... Ну, это вот мирная акция. Табличка президента Украины, вот так ее жгут? Нет, это, на мою думку, не мирная акция. Но, когда нет справедливости, люди вдаются в том числе и не мирных акций. Потому что, чтобы не было подобных вещей, должен быть закон и порядок. И справедливость. И справедливость. Ну, когда вы говорите, что люди вдаются до таких вещей, вот до таких, бачите, которые сейчас на экране, просто трошат, да? Так, бачу. В окна. Я против этого. Да, вот. Чтобы не здавалось и не створилось впряжение, что есть какое-то выправдание таким действием. Нет, нет. Питание не про выправдание, а питание про причины. Когда нет справедливости, когда нет независимого суда, когда судами керуют из офису президента или из любого другого кабинета, когда людей по беспределу сажают, против лома нет приема, кроме другого лома. В Америке суды линча, в Украине вот что-то подобное. Потому что, чтобы не было таких вещей, чтобы хлопчики из главных кабинетов не ображали, что их там палят или выкидают, надо просто не зловживать своими повноважениями, а напаки, использовать и для того, чтобы в Украине был честный, справедливый, независимый суд, и чтобы людей по беспределу не сажали в тюрьму. А правоохранители как должны действовать в данной ситуации? Я думаю, что очевидно, правоохранители должны выполнять свои посадовые оборудования. В данном случае мы видим, что они фактически сами усунулись. Замминистра внутренних дел Антон Герасченко сейчас на прямой связи. Антон Юрьевич, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Оцените, пожалуйста, и вы вот такие события, которые происходили под стенами Офиса Президента. Я так понимаю, у нас есть связь с Антоном Герасченко? Антон Юрьевич, я вам слово передам, если слышите меня, пожалуйста. Да. Значит, Тигран, смотрите, мы прекрасно понимали, что заказчики данной провокации, силовой провокации, они ожидают, что выйдет полиция, и в ответ на данную провокацию будут поменять силу. А те, которым оплачено силовое участие в данной акции, будут нападать на полицейских, создавая соответствующую картинку. Мы понимали, что такой есть план. У нас было достаточно сил для того, чтобы сделать так, чтобы никакие незаконные действия не были сделаны. Но главная задача была не допустить кровопролитие под картинку, чтобы не было обвинений президента, не было обвинений власти в том, что власть использует силу для мирных митингующих. Я благодарен сейчас всем телеканалам, всем журналистам, которые показывают, что это никакой не мирный протест, что это группа людей, которые специально портят государственное имущество, которое придется, кстати говоря, очищать и заменять за деньги налогопротельщиков. Они совершают сейчас преступления. На самом деле из тысячи присутствующих только порядка 40-50 совершают правонарушения. Все они задокументированы. Им будут предъявлены подозрения и обвинения в административных правонарушениях в соответствии с законом. Поэтому никто безнаказанным не останется. Еще раз повторю. Мы понимали, что задача, поставленная организаторами данной провокации, это силовые действия полиции и правоохранителей. Очень хотели заказчики, чтобы пролилась кровь. Я уверен, что они бы оплатили миллион долларов, лишь бы только пролилась кровь под камеры, чтобы обвинить президента и власть в кровопролитии. Но этого не будет. Еще раз. О заказчиках я отдельно спрошу. Я просто хочу, чтобы мы понимали. 40-50 людей вполне достаточно, чтобы этот кошмар и этот беспредел, если угодно, устроить. Почему так получилось, что нападавшие на здание офиса президента, фактически уничтожившие, во всяком случае, несколько входов в здание и окна, как я понимаю, спокойно покинули место событий? Или они задерживались? Они все задокументированы. Были съемки и полицейских видеокамер, и съемки телеканала, в том числе вашего. Поэтому нам все достаточно будет нескольких часов, для того, чтобы всех офизичить, и тех, кто действительно совершал хулиганские. Это привлечь к ответственности. Но там было и много людей, которые просто стояли и пришли на эту акцию, чтобы высказать свою позицию. Это участники мирного митинга, и им нет никаких претензий. Еще раз скажу, несколько десятков человек, которым было заказано проведение силовых действий, которым план вызвать на себя насилие со стороны полиции, этот план не вывенчался успехом. Фактически мы сегодня сорвали провокацию по кровопролитию офиса президента. А кто заказчик этих событий? На мой взгляд, заказчик тот, кто считает, что надо сделать в Украине, чем хуже, тем лучше. Правильно понимаю, в предыдущий раз, когда устраивались провокации, связанные с Сергеем Стерненко, его сторонниками, вы говорили о том, что за ними может стоять пятый президент Украины, Петр Порошенко. В данном случае о нем же идет речь? Дело в том, что Петру Порошенко лучше, чтобы было, чем хуже, тем лучше в стране. И мы видим, что люди близко к ним на таких акциях, в том числе, применяют насилие и совершают хулиганские действия. Антон Юрьевич, но тем не менее, я хочу, чтобы мы понимали, я понимаю задачу правоохранителей, не сделать все, чтобы избежать столкновений, стычек, провокаций, пострадавших. Но стекла заменят, стены отмоют. Самое главное, что не пролилась кровь. Если бы там снова стояла полиция, как позапрошлый раз, то было бы очень много крови. И полицейских, и тех, кто на полицейских нападает. Поэтому самое важное, что кровопролитие не произошло. Офис президента остался цел. Мы не допустим захвата никакого государственного здания, по примеру, того, когда произошло... Цел не остался, Антон Юрьевич. Цел не остался офис президента. Дайте, пожалуйста, картинку, не знаю, Антон Юрьевич видит или нет. Сейчас коллеги отдельно, что сделали с табличкой, вот этой главной табличкой, где написано президент Украины. Ну вот сейчас на экране, не знаю, вы видите, Антон Юрьевич или нет. Но это вандализм. Я не знаю, какая это статья, что грозит совершившим это преступление. Но не осталось здания целым, к сожалению. Это хулиганские действия. Это порча имущества государственного. Еще раз хочу сказать всем нашим телезрителям, что за государственные деньги теперь придется это все открывать. Поэтому эти лица наносили ущерб всему украинскому народу. Через то, что уничтожали государственное имущество. Еще раз повторю. Табличку можно заменить, стекла можно вставить. Но зато все кости и кровь у всех цела. И у полицейских, и у тех провокаторов, которые нанимались для того, чтобы устраивать силовую акцию. Это самое главное. Здоровье не вернется. А стекла мы поменяем. Антон Юрьевич, а вот после предыдущей акции, когда случились столкновения с правоохранителями, когда полицейские и нацгвардейцы пострадали, когда жгли шлемы, что случилось с теми нападавшими? Они сейчас хотя бы под стражей? Или уже освобождены? По этим вопросам, в случае, если это административное правонарушение, предъявляется административное протокол. Я хочу также напомнить, что после первой акции, когда были силовые столкновения, второй раз полиция специально не участвовала и не была на виду. Эта акция прошла две недели назад, в субботу, очень мирно. Это было в дневное время. Специально организаторы сегодняшней провокации ее запланировали на вечер, для того, чтобы было больше ада, чтобы было более эффектно использовать пиротехнику. Например, днем эта пиротехника не смотрелась бы так, как она смотрится сейчас. Понимаете, да? Это все хорошо струнено. День рождения у Сергея Стерненко. Понимаете, что надо было поздравить салютом. Знаете, но она не удалась. Потому что цель была пролитие крови. Мы этого не допустили. Это самое главное. Антон Дюйович, мы будем внимательно следить, в том числе, я надеюсь, посредством коммуникации с вами, за тем, чтобы те, кто стоят за этим, и те, кто реализовали этот факт преступления, это 100% однозначное преступление, чтобы они понесли ответственность. Потому что я считаю, что в нормальной европейской, современной стране, в правовом государстве, просто напасть на здание Офиса Президента, это не должно быть безнаказанно. Я надеюсь, что мы с вами единомышленники в этом смысле. Абсолютно с вами согласен. Я думаю, что заказчики этой провокации сегодня поняли, что они обратили против самих себя. И вся здравая часть общества, это большинство украинского общества, не приемлет подобного рода действия. Спасибо большое за комментарий. Антон Герасченко был с нами на прямой связи, заместитель министра внутренних дел Украины. Олег Валич, а вот посмотрите, просто подходит человек, он не скрывает лицо, вот так разбивает окна. Это один из входов в здание Офиса Президента. И его единомышленники. И так получается, что спокойно идет домой. Я уже висловил свою позицию с этого привода. Я за то, чтобы это были мирные акции. Но когда рассказывают, что мы знаем заказчиков, и все другие, ну так надо было их нейтрализовать, и заказчиков. И если мирная акция, то это мирная акция. Если кто-то порушивает закон, он должен ответить. И все. А оборудовывать отсутствие своей фактической деятельности тем, что мы что-то там не хотели. Ну так давайте взагалі распустим цей правоохранюороны. Видимо, эти миллиарды на пенсии, на зарплаты рабочим людям, которые копейчане отримают. Нашу правоохранюороны, которая ничего не хочет. Как должны были отреагировать вы там на месте сотрудников? Это вопрос не до меня. Они сами знают. Они складывают присягу, они отримают зарплату, они знают, что они должны делать в тех или иных ситуациях. Поставу, да, должно действовать? Безумовно. Они все все знают. Они не сегодня еще. Мне просто кажется, что после событий Майдана наши правоохранительные органы, руководство правоохранительных органов, в том числе, оказались вот такими заложниками политической конъюнктуры, когда на нападение фактически подобного рода или преступления боятся отреагировать должным образом, задержать, чтобы это не было трактовано как препятствие мирным протестам и мирным митингам. Я подчеркну, я думаю, что никто из здравомыслящих людей вот это мирным протестом не назовет. Я думаю, политизация правоохранительных органов безумовно имеет место. И она впливает на процесс их деятельности. Это надзвичайно погано. Правоохранительные органы должны быть позаполитикой. Они не должны выполнять замовление. Потому что мы видим, когда сотни правоохранителей накидаются, то бизнес проверяют, то маски шоу влаштовывают и так далее. Вы выполняете свои функции, а не кошмарите на замовление. Это уже не первая такая акция. Кто стоит за этим всем? Это вопрос для правоохранительных органов. Они говорят, что они знают. Нехай они и известуют перед общественным. У нас есть картинка, что сейчас, коллеги аппаратные, происходит в эти минуты, в эти секунды? Да. Ну, слава Богу, как я понимаю, это прямая трансляция у нас сейчас в поле окна. Они уже язык не поворачивается назвать митингующими и протестующими. Вот те, кто совершали это преступление, уже покинули место событий. Наша съемочная группа там по-прежнему работает и общается сейчас с теми, кто видел и участвовал в происходящем и произошедшем. Я очень надеюсь, что соответствующая оценка будет дана этим действием. Я это подчеркну неоднократно. Я уже не говорю о том, что локдаун сегодняшнего дня в Киеве, Олег Валерьевич. И еще и соответствующие нормы и карантинные ограничения нарушаются посредством... Одна людина на 10 квадратов. Да, да. Недотримание нормы было бы так смешно, если бы не было бы так сонно. Смех сквозь слезы. Хорошо. Коллеги, спасибо за картинку. Мы перейдем к другим событиям этой недели, о которых я хочу поговорить, Олег Валерьевич, с вами. Как раз насчет локдауна, карантина. В Киеве и в ряде других регионах усилены ограничительные меры. И, судя по росту заболеваемости, я думаю, что повсеместно сейчас этот локдаун будет вводиться. Едва ли не на общенациональном уровне уже правительством. Без локдауна не обойтись? Думаю, да. Безумовно. А как по-другому? Работа, фактически, протидея эпидемии провалена. Вакцинация провалена. Ничего не сделано. Сегодня люди за эти провалы платят своим жизням и здоровьям. И поэтому это надо все остановить радикально. Сотни людей помирают щодоба. Десятки тысяч хворяют. Больше полтора миллиона уже хворяют. Из развития госпитализации вдвече. Больше, чем количество вакцинованных. Это все через провалы. Можно было бы сделать это меньшую кровь. Но, как видите, результатов, на жаль, нет. Поэтому, локдаун, его не уникнуть, это уже очевидно. И в этой ситуации вопрос, как влада должна помогать и поддерживать. Во-первых, бизнес. Во-вторых, тех людей, которые больше страждают в социально незахищении категории граждан. Они собирают позачарованные заседания парламенту, но реальные решения их не принимают. На третий же парламент пошел тоже на карантин. Ну да. Змены до бюджета внести треба. И выделить деньги на поддержку тех, кто потребует своей помощи. Пенсионеры, люди с инвалидностью, люди, которые втрачают работу. Багатодетные семьи, маленький и средний бизнес. Мает быть поддержка. Локдаун в всей Европе, но там есть поддержка тем, кто ее в первую очередь потребует. А у нас локдаун без любой поддержки. Ну, как сказал президент в последнем своем видеообращении, «Денег нет, но вы держитесь». Но это не Владимир обращался к людям. Он так иронизировал в этом смысле. Проблема в том, что действительно третья волна локдауна. И я посмотрел даже социологию. У нас половина общества поддерживает эти ограничительные меры, понимая, что без них действительно с точки зрения эпидемиологии никуда. Но с другой стороны, тем, кому сложно... А половина не поддерживает. Немецкий философ Шопенгавер сказал, что в личности могу позволить себе собственную думку. А все другие ориентируются на общественное мнение. Те, кто принимает решение, должны ориентироваться не на общественное мнение, а должны делать то, что обязаны делать. Потому что общественное мнение может помиляться. И очень часто это происходит. Потому что они должны делать все, чтобы защитить жизнь и здоровье людей. А когда они принимают решение заради рейтинга и заради общественного мнения, а плата за это здоровье людей, жизнь людей, то это не те люди, которые должны руководить страной. По стране уже прокатились протесты. В ряде городов Киев, Одесса, Львов, Полтава, Днепр протестовали предприниматели. Потому что они понимают третья волна, что конкретно будет в качестве помощи им предоставлено поддержки, льгот, ну хотя бы что-то. Протестуют скрізно, как и в Украине, и в Немеччине, и в Франции, там, где довольно сильный уровень поддержки людей. Это природный, нормальный процесс, когда люди протестуют, они думают о свою семью, они думают о своем будущем. И задание влады ответить на эти вопросы, которые задают люди. Такие не пустые разговоры, а реальные, конкретные действия, выделение денег, и не прикладывать эти проблемы на местные бюджеты. Потому что, когда центральная влада каже, что местные бюджеты поможут бизнесу, а мы еще с верху поможем. Посмотрите, в эти местные бюджеты, есть ли там ресурсы для помощи бизнесу. То есть, выходит так, что местные бюджеты не помогают, потому что у них нет ресурсов, и центральная влада не помогает, потому что они не помогают на местные бюджеты. И в подсумке люди остаются вообще без поддержки. В данном случае важно отметить, что, в частности, в Киеве местные власти ввели локдаун, а не это случилось посредством решения кабинета министров, правительства. В Львове аналогично. Да, на практике это ничего не меняет, но начинается такое ощущение, что перекладывание ответственности с органов местного самоуправления на центральную власть, ну, в данном случае, наоборот, с центральной власти на власть. Я думаю, что перекидание ответственности – это очень нечестно по отношению к людям, которые потребуют помощи. Потому что люди, которые сегодня попадают в лекарь, их не интересует, или местная, или центральная власть отвечает. Они должны точно знать, что им будет нужна помощь. Они не должны, люди, быть заручены, когда, знаете, горячие камни один к другому прикидают, потому что печут руки. Люди не должны быть заручены этих политических интриг. Я хочу, кстати, к людям обратиться, уважаемые телезрители, как и всегда, по номеру телефона, который вы видите на экране, можете писать ваши вопросы и комментарии об услышанном здесь. Я в данном случае хочу к вам обратиться еще с таким конкретным вопросом насчет локдауна. Как вы считаете, можно ли было обойтись без ужесточения карантинных ограничений? Да или нет? Что вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста. И я зачитаю вашу точку зрения, обсудим ее с Олегом Олегом. Я могу ответить на это вопрос? Пожалуйста. Нет, не можно. Это нужно было делать позавчора. Не нужно загранировать там, где не цена загранирования, а втрата житті в людей. Можно вернуть все. Как сказал Герасченко, можно век на дверю вернуть, життя людини не вернешь. Я, на жаль, знаю многих, которых уже не вернешь, которых я особисто знал. Поэтому любые загранирования, чтобы кому-то сподобаться, и плата за это, втрата життів, это злочин против людей. Потому что на месте того, кто помер, может быть, кто заодно. Мы не знаем, кто их переносит хворобу. Статистика настораживает, если не пугает. Вот за прошедшие сутки, за 19 марта в Украине зафиксировано, я выписал, 15 292 новых случаев заражения. Госпитализированные 4,5, почти тысячи человек умерли 260. Очень резкий рост. Вот у нас сейчас на экране как раз статистика. Мы видим, да, как вот это синусоиды условно. И опять-таки такая волна и вспышка. На ваш взгляд, чем она прежде всего обусловлена? Какая здесь роль, ну скажем так, трудностей, которые у нас возникли с вакцинацией? Насколько это существенный фактор? Главная причина – это провал абсолютно протидеи эпидемии. То есть, когда заграют, когда принимают половинчатые решения, когда боятся брать ответственность, плата за это – это увеличение темпы заболевания. Те страны, которые делали решительно, ответственно, где влада ответственна перед гражданами, там уже взгляды решили эти проблемы и забыли. Посмотрите, Израиль. Вводит жорсткий карантин, абсолютная вакцинация всех, прикрыли поветривый простор, все. За три недели решили проблемы. Повнестю вакцинировали страну. Повнестю подолали коронавирус. И проблем нет. Израиль уже открывает авиационное сообщество. Посмотрите, Арабские Эмираты, посмотрите, другие страны, посмотрите, тот же Китай. Те страны, которые действуют решительно, потому что они понимают, что плата за решительность – это втрата людей, это смерть людей. И ответственность должна делать все, чтобы этого не было. А у нас, рассказывают локдаун, что это за локдаун? Половин, что те решения, которые на самом деле не остановят эпидемию, а створяют только еще больше проблем для людей. Вы сказали о других странах, вот мы подготовили табличку наглядно. Это количество доз вакцины, которые вкололи на практике людям по состоянию на 19.03. На вчерашний день мы видим, Соединенные Штаты – 118 миллионов, Китай – 65 миллионов. Ну, ладно, чуть ниже. К нашим соседям Румыния – 2 миллиона 400 тысяч, Угорщина, Венгрия – 1 миллион 900 тысяч, Словакия – 718 тысяч, у нас 104 342 дозы вкололи. Это вот первая доза, фактически, да? Вот я об этом и хочу спросить. Насколько существенно то, что мы позже и меньше стали вакцинироваться? Потому что, в принципе, третья волна, она и в других европейских странах сегодня имеет место быть. Локдаун тоже вводится, и в той же Польше, и в той же Франции, и Германии, повсеместно. Безумовно, это прямой взаимозвязок между тем, что Украина остальная в Европе начала вакцинацию, и с растением темпы захворенности. Если бы вакцинация была начата на 2 месяца раньше, эту минуту можно было бы сбить, и количество хворых было бы значительно меньше. Плюс половина людей просто не доверяет этой вакцинации. И на этот счет есть данные Олега Валерьевича, что мы предметно с вами говорили, социология Киевского международного института социологии. Людям был задан вопрос, свежие, кстати, свежие исследования, насчет того, готовы ли вы или не готовы вакцинироваться. 61% украинцев не готовы, согласно этому исследованию, по состоянию, но сейчас. Но более того, у тех, кто не готовы, спросили, почему вы не готовы? Почему не хотите вакцинироваться? И ответ следующий, он также на экране. Потому что не доверяют вакцине. 54% не доверяют тому препарату, который был привезен в Украину, из Индии. Мне тоже были сомневы, но помните, как в том фильме, в тебе две дороги, або до прокурора, або в ЗАГС. Вот так же и тут. У нас нет выбора. Або вакцинование, або захворите. Если кто-то думает, что пролезет, или пронесет. Как вы себя чувствуете, кстати? Нормально. Все нормально. А осложнений никаких нет? Нет ничего. Слава Богу, ничего нет. Вот у нас фотографию коллеги подсказывают. Да, в Козельце Черниговской области. Правда ездили, да, на родину? Да, да, поехал и вакцинировался. И дякую цей чудовой медсестричке, которая уколы сделала. И так сделала, что даже я еще пытаюсь, что это все, каждый, да, все, никаких проблем не было. Я тоже вагался, но я понимаю, что другого варианта нет. Нужно або вакцинироваться, або ты захворюешь. Почему всем ковишили? Мам, на что? Есть альтернатива, есть выбор. Его нет. Что завезли украинцам, где и коли? Мне писали много людей в социальных сетях, и говорили, Тигран спросил Олега Валерьевича, потому что он очень сильно критиковал эту вакцину, а потом вакцинировался. Как это? Так я и сейчас, и я и сейчас вважаю, что украинцы заслуговывают на краще. Но у нас нет лучше. И ждать, пока привезут Pfizer, сколько людей захворяет и помрет, пока привезут Pfizer. Чи что там еще, Moderna, чи какие-то другие эти вакцины. То есть вы бы сейчас рекомендовали нашим зрителям вакцинироваться? Я вважаю, что нет другого варианта. Треба делать вакцину, або будем хворять. И чем больше людей хворят, тем дольше мы с него не выйдем. Это означает продолжение локдауна, сцена с Евросоюзом, потому что 17 березня они презентовали паспорт вакцинации. Без этого паспорта в Евросоюз не заедешь. Тобто фактически украинцы позбавлены будут возможности подорожевать. Но я даже сейчас не про подорожи говорю, потому что у многих людей денег нет на подорожи. Я говорю про здоровье людей. Нема другого варианта. Чего, слушайте, у каждого из нас здесь вот на плече, я думаю, в детенстве сделали вакцины. Я не знаю, что там кололи, но там так и след, что полгода выиграла. Так вот, когда в детенстве кололи, выявляется это нормально, а сейчас скажут, что не можно. А почему сейчас не можно? А что в детенстве колоти вакцину, от которой шрам на пів руки можно, а сейчас нет. Тому я думаю, что треба все-таки эти побоевания и забобованы в сторону. И треба думать про здоровье своих батьков, про здоровье своих детей, друзей, близких, родных. И тому, я саме тому и вакцинировался, для того, чтобы показать приклад, что не треба бояться, треба это делать. Что пишут наши телезрители, несколько сообщений прочту. Пишет Руслана, я вважаю, что локдаун не вчасный, а вы не думали, чему не оголошуют загальноукраинские, бо треба буде по 8 тысяч платити, а так вся відповідальність на місцеве влади. Пожалуйста. Владимир пишет, я против локдауна. Без подписи. Локдаун должен быть короткий, но жесткий. Такая точка зрения. Арман, надо закрыть транспорт и метро. Будет толк, а так толку мало. Вот насчет этого много, скажем так, критики, что закрыли опять возможность бизнесу работать, малому бизнесу преимущественно. А метро работает. И вопрос, где больше людей заразиться в парикмахерской, например, или в торговом центре, или в набитом вагоне в метрополитене. Дивіться, я бы в этих питаниях, оскільки все эпидемиология и инфекционные захворювания, я в этих питаниях доверял бы не политикам, не коментаторам, які далеки від цієї темы, а фахівцям, профессионалам то тебя не перевіряют. Потім травлять людей то пальоной водкой, то гнилой шаурмою, то инфекционные захворювания. И нема есть ни лаборантів, ни инфекционистов, ни эпидемиологов, потому что все познищивали. Тому я вважаю, что эти соответствующие службы должны быть восстановлены. И доверять тут нужно фаховцам. В вопросе здоровья нации, борьбы с эпидемией, с инфекцией, не политики должны бороться, а специалисты, а завдание политики и влады обеспечить финансирование противопедемических заходов и все заходы, которые позволяют сберегать життя и здоровье людей. Потому что можно что-то обговорювать, но есть вещи, которые, например, большинство людей не понимает. Это специфика. И этой спецификой должны заниматься фаховцы и специалисты, которые на это учились, которые имеют величезный опыт. И главное, чтобы влада прислушивалась к этих фаховцам и вернула их назад. Мне интересно и очень приятно, что об этом же говорят наши телезрители из-за рубежа, в частности, пишет Юрий. У нас в Канаде вакцинируют той же вакциной Ковишилд, что и в Украине. Просто нужен сам просвет и соответствующая работа и перестать политикам, которые не образованы, накручивают своих людей. Пишет наш зритель. Видите, мы однако думаем. До речи, я решение про вакцинацию как раз принял после того, когда Канада закупила Ковишилд. Почему Канада ее закупила? Потому что американцы сейчас не вывозят Pfizer из страны. И канадцы залишились без поставок этого Pfizer. И они закупили Ковишилд. Канада, страна Великой Симки, одна из самых больших стран в мире. Если они закупывают эту вакцину и не ее колется, очевидно, и прошли соответствующие проверки и все еще. Вот именно после того, когда Канада закупила эту вакцину, я тоже принял решение вакциновать. Следует отметить, также ради справедливости, после ряда трагических инцидентов, связанных с вакцинами AstraZeneca, когда в Европе запретили их использование, сейчас возвращают и вновь разрешения предоставляются на то, чтобы прививать людей именно этим препаратом. Багато людей известных публичных вакцинуются. Они показывают пример тем, кто боится. Зокрема, премьер-минец Британії Борис Джонсон вчера вакцинировался AstraZeneca. Людина, которая прихворела, причем тяжкие формы инхориев в березне, здаясь, или квитне минулого года. Эта вакцина, которую несколько стран остановили после использования вакцины, после сообщения про утверждение тромбозов. Сейчас мы видели поведомления Еврокомиссии, Организации охраны здоровья про то, что они могут продолжать это делать. Тут просто я о другом. Я просто математически посчитал, Олег Валерьевич, нам министр Степанов привез 500 тысяч доз. Если считать, что по два укола, получается, 250 тысяч человек мы можем всего вакцинировать тем, что привезли. По последней статистике прививают 11, 10, в районе 10 тысяч в день. Получается, что нам этой вакцины всего-то с такими темпами вакцинации хватит на три недели и все, и другое пока нету, даже Ковишилд закончится. Саме тому я и говорю, что работа провалена по забезпечению украинцев вакцинами и вакцинацией. Подивите, записалися майже 300 тысяч людей на вакцинацию. Кажут, что кто с них хочет вакциноваться, так, будь ласка, вакцинуйте тех, кто хочет. 300 тысяч людей записалось. Чого не мають ждать півроку, поки вы еще что-то привезете? Дайте им зараз эту вакцину, если он не хочет, добровольно сделать. Нашу агитировать того, кто не хочет. Дайте возможность вакциновать тому, кто хочет. А не выкидывают эту вакцину, заплатили за ней деньги, потом выливают, выкидывают, говорят, потому что отказываются вакциновать. Плюс такими темпами 20-30 годы будут вакциновать всех украинцев. Потому что нужно делать вчасно. В квитне провести подготовку так, как другие страны сделали. Укласти контракты, заплатить предоплату, получать вакцину и начать эту работу. А все делалось сонячий голос. Гроши пустили бог знает куди, вместо того, чтобы пустить в том числе и придбаня вакцины и засобов защиту для медиков. А теперь рассказывают, что это проблемы не только наши, а и всего света. Ну, нам бы проблемы всего света. Наприлеки, жаль, у нас такие проблемы, про которые в всем свете даже не знают, что они есть. Проблемы, которые власти сегодня решают, в пятницу состоялось очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны, в ходе которого не поднимался вопрос коронавируса, ковида, противодействия пандемии, и за это критиковали членов Совета были введены очередные санкции относительно 17 компаний, которые работали в сфере недроиспользования, и 27 физических лиц, среди которых известные нам фамилии Казаров, Янукович, Пшонко и так далее. Олег Январьевич, я хочу прежде всего у вас спросить вообще вот этот инструмент санкций СНБО, который сейчас активно используется руководством страны, как вы его оцениваете? Есть закон про санкции, который команды Радикальной партии голосовала в парламенте. Эти санкции исключительно против тех, кто финансирует терроризм, исключительно против тех, кто финансирует российскую агрессию на Донбассе. Все, других причин нема. Рада Национальной безопасности и обороны не может подменять собой судовую систему. От вы говорите в 17-й компаниях там наклали санкции и забрали ліцензии. Хай покажу, деяким законом передбачено, что РНБО как Сталинская тройка забирает ліцензии. Сегодня ліцензии забрали, завтра еще что-то заберут. Я думаю, что сегодня РНБО перетворюется в зловживание. Они стали на очень опасную дорогу зловживание и узурпа санкции влади. Когда против вас вводят санкции, питают, на какой подставе? На подставе тайных документов. Что это за тайные документы? Это как Сталинские тройки, в 37-м расстреливали. Да, дай Бог, но с такой историей кто может попасть в санкции. А потом, когда тебя питают, за что ввели санкции, на подставе подания СБУ или Генпрокуратуры, а в чом ты винуват и не знаешь, потому что это тайные документы. В 37-м так людей расстреливали по тайных документах. Сегодня открываются архивы и видим, эти тайные документы доносы сусида, что где-то коровы почуву хлеву мукала или мешок зерна закопал. И за это людину расстреляли, как врага народу и куркуля. Или за то, что он тунель до Японии копал. И сианинский шпион. И за это реальных людей расстреливали. Миллионы людей. Поэтому, если нам рассказывают, что мы живем в демократичной правовой государстве, то каждый имеет право из нас. За что его и каждый имеет право на защиту. В этой стране никто не обменив конституционного права на защиту. А если написали тайных документов, блокируют, забирают возможности распоряжаться своим майном, своими конституционными правами, на какой основе. Поэтому, больше то, когда блокируется российская пропаганда, российская агрессия, я вас витаю. Когда это инструмент для пиара, когда РНБО перетворится в инструмент для пиара, в инструмент для сведения рахунков, в инструмент для отживания бизнеса, экономических разборок, то это зловживание. И за это придет время ответить. И я думаю, что многие все эти решения, которые сегодня рассказывают, это предмет для будущих криминальных справ. А они будут, потому что вопрос вполне логично возникает. Например, сейчас введены санкции относительно компаний, которые имели отношение к использованию недор. Если лицензия они получили незаконно, и есть этому доказательство, почему не через суд, после следствия не реализуются? Если они лицензию получили незаконно, решением суду лицензия должна быть избавлена. И все. Идруг инструментов нет. Вводят санкции против Януковича. Это вообще анекдот. Я автор закону визнание неконституционным этого закону. Он считает неконституционным. Но я хочу напомнить, против Януковича есть криминальный вырок в справе. Янукович покров. Потому что человек был президентом Украины и он обрадил всю страну. Он обрадил людей, которые за него голосовали, которые ему доверяли. Он обрадил украинцев. Он привел кров и войну в Украину. Его Господь наказал. Но когда против Януковича вводят санкции, Янукович какой-то засудженный, который против него еще санкции могут быть. Это имитация. Или избавляют войсковых званий генералов, которые врадили Украину. А почему их не засудили? Взагалі решением суду забирают войсковые звания. Нема ни одного закону, который РНБО даёт право избавляться войсковых знаний. А почему сейчас эти решения принимаются по Азарову, по Пшонке, по Януковичу, по экс-чиновникам? Чистий пиар. Боротьба за рейтинги. Боротьба за намагання сподобатися. Объясняют причастное к принятому решению, что у них есть активы, якобы, которые сейчас работают в стране и приносят им даже доход. И, значит, поэтому... Если у них есть активы, которые приносят доход, Генеральная прокуратура порушивает криминальное проведение, вертается до суду про арест этих активов, передание их в управление Агентству по розшуку корупционных активов. И это Агентство відповедно до закону сдают эти активы в аренду и отримуют доходы до бюджета. И абсолютно чуткий передбаченный законом механизм для вылечения. Больше того, есть цивильная конфискация. То есть, когда эти активы могут быть конфискованы в цивильном процессе. Где эти справы? Где эти активы? Почему они не переданы армии? Почему они не заарештованы? Они кому-то переданы, может быть, будут, но не армия. в том то и проблема. отзовут. Если те, кто пользуются, имеют определенные лицензии, ведут ту или иную деятельность, будьте внимательны, и вас это может коснуться. А потом господин Данилов говорит, что у меня разрываются телефоны, мне все звонят, говорят, нет ли нас там в этих списках, мы можем заехать поговорить. Завдание Ради Национальной Безпеки и Обороны это вопрос национальной безопасности и обороны. Житие и здоровье людей это вопрос национальной безопасности безусловно. Почему Рада Нацбезпеки не разу не собрала, чтобы обоговорить ситуацию с коронавирусом? Почему Рада Нацбезпеки не решение не приняла в связи с тем, что влада, виконавча влада, фактически провалила против эпидемии? Півтора миллиона хворих, десятки тысяч померлих. Хіба це не тема для РНБУ? Або, например, друге питание. Через поправки Геруса, які были протягнуты в вересні минулого року, и деятельность НКР и ЕКП, Украина купует российскую и белорусскую электрику. Это не вопрос национальной безопасности? Если они не понимают этих очевидных вещей, то это дилетанты, которые на публічно закликали украинскую владу не купить российскую и белорусскую электрику, потому что это проект России. Потому что для каждого и тут в Украине, кто способен видеть ее за кордонами страны, как президент Литвы, очевидно, что для России энергетика это не бизнес, а это инструменты политической гегемонии и впливу. Хабы Рада национальной безопасности не должна этому против действовать? Почему Рада национальной безопасности не рассматривала ситуацию в энергетике? Когда уничтожается властная энергетика, прекращаются шахты, уничтожаются одиницы людей на импорт российской и белорусской электрики, когда миллиарды гривен из Украины выводятся на финансирование российского бюджета и армии. Рада национальной безопасности должна выполнять свои функции, за ради которых она создана, защит безопасности и национальных интересов Украины. Сегодня этот орган на великую жаль перетворюется в инструмент для пиара, в инструмент для досягнення політичных целей, Не защиту безопасности страны, не достижение национальных и защиту национальных интересов, а инструмент для достижения политических целей. И влада, фактически, сегодня, по тех решениях остальных, яких я вижу, влада зловживает этим инструментом. Вона использует инструмент для заведения рассчитываний. И поэтому я уверен, что все эти решения, не все, а часть из них незаконных решений, будут анализоваться и быть предметом в криминальных следующих проведениях. Ну да, с одной стороны, по десятому разу посадить Януковича, это одно дело. Многие иронизируют, что пришла весна, и по восьмому разу посадили не тех, кого должны были, а Азарова с Януковичем. Но, тем не менее, о чем я хочу вас спросить? Вот на этом брифинге Алексея Данилова журналисты прямо спросили, говорят, а хорошо, если бы вы взялись за предшественников, а другие фамилии, а Порошенко, а Турчинов, а Коломойский, относительно которого санкции ввели американцы, что-то тут будет, ответ не последовал никакой. Олег Ульянов. А что-то должно быть сделано и будет сделано, на ваш взгляд? Или какие-то обстоятельства помешают этому? Че должно быть сделано? Однозначно. Слушайте, 5 миллиардов доларей украли. Мы так много стран, что мы можем позволять 5 миллиардов украсти украинцев? Доларь. 5 миллиардов доларей. Людям 100 гривен пенсии подняли, говорят, нет денег. Индексація пенсии, которая должна быть с 1 лютого, принесли на конец года, потому что, скажут, нет денег. Ну, конечно, когда по 5 миллиардов доларей украсти, где эти деньги будут? Поэтому, однозначно, должно быть сделано все для того, чтобы вернуть эти деньги. Чи сделают? Очень надеюсь. Так же, как и все другие люди, которые ждут результатов. Чи может что-то заводить? Хаос. Коломойскому треба хаос. Коломойский, когда выиграл Зеленский, думал, что это страна, которой он будет руковаться. Потому что сегодня ее переследуют в весь мире. Поэтому сразу после победы Зеленского, Коломойский вернулся в Украину. Разуме с Боголюбовым, своим партнером по бизнесу. Но сегодня парадоксальная ситуация. Коломойский, который сделал все, чтобы Зеленский пришел до влады, сегодня Коломойский не может чувствовать себя в безопасности в Украине. И вопрос не в том, что каждый, кто вкрав украинцев, не должен чувствовать себя в безопасности. Каждый, кто вкрав украинцев, должен знать, что у него горит земля под ногами. И что он будет отвечать. И поэтому Зеленский, тут вопрос не в том, позвонит ему Байден, или не позвонит. Это вопрос в самом Зеленском. Чи готовый он сделать все, чтобы вернуть в краденную украинцев гроши назад до бюджета. Даже если эти гроши вкрав тот, кто его усиленно поддерживал на выборах. Коломойский. Вы можете считать, что это может помешать. Определенная связь, которая была у президента Зеленского в его прошлой жизни с Игорем Коломойским. Зеленский заявил про то, что они будут расследовать справу краденых грошей с Приватом. И что они сделают все, чтобы вернуть эти гроши. Я очень надеюсь, что эти заявки станут реальностью. Насчет санкций. История с Моторсичью меня беспокоит. Олег Палевич объясню, почему. Вы знаете, что накануне появилось сообщение Службы безопасности Украины о том, что 100% акций арестованы. Предприятия Моторсич переданы как раз в арму, о которой вы вспомнили. Это агентство под конфискованным активом, которое занимается. Но тут нюанс, что произошло дальше. Резко отреагировали в Министерстве иностранных дел Китайской Республики. И делегация официальная китайская с бизнесменами поехала в Крым, Олег Валерьевич, после этого. То есть они распритиковали публично на дипломатическом уровне это решение. Призывали соблюдать права своих инвесторов. Реакция не последовала. И китайцы поехали в Крым. Там налаживают какие-то бизнес-связи, кооперационные связи. Наше Министерство иностранных дел соответствующим образом отреагировало с претензией. На что ответили в Китае их дипломаты. Китайские компании поддерживают контакты с Крымом и сотрудничают с ним в соответствии с принципами рынка. Нельзя политизировать это взаимодействие в коммерческой сфере. Это я процитировал публичное обращение. Мы не наделали делов, Олег Валерьевич? Я вот так спрошу у вас. Ситуация с Моторсичью зрозумела. История вокруг Моторсичи – это на вимогу наших партнеров США. Моторсич – уникальное предприятие. Наша страна одна из пяти в мире, которая выготовляет авиационные двигатели. Китайцы купили Моторсич, потому что они хотят этот авиационный двигатель поставить на свои винищевачи китайские. Это вопрос геополитики. Если с нашими лучшими двигателями летают китайские винищевачи, это меняет баланс. И не только в Азии, Японии, Корея, Китае, территориальные споры. А вот и для США это не байдусе. Потому что и Корея, и Повденная Корея, и Япония – это их союзники. И, безусловно, они не хотят поселения Китаю. Украина виявилася между молотом и на ковальне. Потому что тут надо дойти тоньше. Політика – это тоньше, чем комар Пісси. Тут не можно дойти в лобовую атаку. Потому что Китай не только один из подписанцев Будапештского меморандума. Нагадаю, что они приедялись до него. И это можно было бы использовать как инструмент для выполнения Будапештского меморандума. Китай – это найпотужнейшая экономика в мире. Это наш ключевой партнер. Абсолютно правильно. Это другая статья экспорта нашего – это в Китай. И когда мы создадим проблемы тут Китаю в Украине, это означает, что они очень легко могут создать проблемы нам на китайском рынке. А я напоминаю, что другая страна по обсягу нашего товарообігу – это Китай. Первый – это Евросоюз, второй – Китай. И поэтому я считаю, что украинская влада тут дает надзвичайно топорно, надзвичайно как слону по судне лавке. Мали бы дойти, враховывая интересы США наших партнеров. Но при этом, в первую очередь, Украина должна враховывать свои интересы. Ваши интересы. Потому что мы не можем быть розминной монетой в противостоянии. Мы должны займать свою позицию. Мы должны быть лидерством, а не выполнять указки, а кому-то догаджать. Колись Янукович, чтобы встретиться с Обамой, вывезли залишки избогаченного урана. Теперь, чтобы отриновать звонок Байдена, то блокируем співроботницу с Китаем, то еще какие-то действия делаем. Так політика не делается. Китай должен строить против себя Китай. Китай, первую экономику света, миллиардную страну. Навпаки, таких треба в союзниках тримати, обнимати, тримати біля себе, використовувати їхній вплив, їхні зв'язки, в тому числі з Росією, для досягнення миру на Донбасі, для деокупації Криму. Китай – це величезний геополітичний гравець. І Україна, вона повинна з усіма підтримувати стосунки. З усіма. І з Європою, і з Китаем, і з Сполученими Штатами. І при цьому всі ці стосунки повинні переслідувати виключно одну мету. Це в інтересах національних України. Щоб ставати сильнішими, щоб здобувати нові ринки, щоб досягати нових альянсів і щоб добиватися свого результату. Ми о шелковому путі і з вами неоднократно говорили, який пішов із Китаю в Європу в обход України, к сожалению. Але це вже положено. Просто питання Крима существенного. Ми зараз створюємо кримську платформу, а параллельно... Китай довго держав нейтралітет такий условний по цьому питанию, зі своїх зв'язей з Росією, це понятно. Але зараз те, що відбувалося, це дуже серйозна історія, на мій взгляд. Я вже сказав про те, що китайський ринок – це другий за обсягами торгівлі з Україною. Тобто це означає, що в Україні на китайський ринок, на постачання туди продукції працює сотні тисяч людей. Коли Китай буде створювати нам проблеми, це означає, що сотні тисяч українців можуть залишитися без роботи. Український експорт без валютної виручки, без торгового балансу і так далі. Тобто коли приймаються такі рішення, повинні бути прорахунки наслідків прийняття будь-яких рішень. Коли дилетанти при владі, коли не здатні дивитися далі свого носа, коли діють емоційно, імпульсивно, без прорахунків наслідків, страждають від цього національні інтереси України. Питання взаємодії з Китаєм, питання ситуації з Моторсичу, можливо, і повинно мало б бути одним із темою засідання, закрито засідання РНБО, де розглянути всі варіанти, послухати доповідь розвідки, доповідь Міністерства закордонних справ, доповідь фахівців у цього питання, і знайти якісь компромісні варіанти, запропонувати і Сполученим Штатам, і Китаю, варіанти співробітництва, де були б досягнуті, в першу чергу, наші інтереси, щоб не були порушені. І водночас ще й виступити комунікатором між Сполученими Штатами і Китаєм, і заробити на цьому. Я маю на увазі заробити не лише в плані грошей, а заробити в тому числі і політичний капітал, і показати свою важливість у цій великій геополітичній грі. А так, ощущення такого дочорнього підприємства геополітичного гегемона одного. Ну, а так виходить так, що Китай дивиться, про що говорити з Україною, якщо вони не самостійні в прийнятті рішень. Будемо говорити з тими, хто за Україну приймає рішення. Так от наша задача, як великої української нації, зробити все, щоб за Україну ніхто не приймав рішень. Тому що коли за нас приймають рішення, ми завжди будемо розмінною манетою. Ми ніколи не зможемо ні миру досягнути, ні економіку відновити, ні захищати свої національні інтереси, тому що ключ від розв'язання цих проблем не в Україні. Тому що Україна слабка. Так от для того, щоб не шукати ключі в Кремлі, в Вашингтоні, чи в Лондоні, чи в Брліні. Ключ повинен бути в Україні. Ключ вирішення проблем української нації. А для цього нам треба бути сильними. У тому числі і завдяки торгово-економічним стосункам і Сполученими Штатами, Євросоюзам, і Китаєм. І величезний, подивіться, африканський ринок. Поки ми з вами обговорюємо, подивіться, що робить Китай. Експансія на африканський ринок. Величезні кредитні програми. Сучас війни ведуться торгові, да? Це ж важливо, ви розумієте, да? За ринки, за ліпіцелі. У нас унікальний ресурс земля. Людей в світі стає більше. Кожен хоче їсти. Україна – це унікальний ресурс, який би озолотив нас і дав би можливість нагодувати півсвіту. Приймаю закон української влади, де фактично продаю задарма землю. Тому я зроблю все, щоб скасувати закон про продаж землі. Щоб українська земля залишилась у власності української нації. Щоб цей ресурс гадував українську націю тисячі років вперед. Тому що, якщо сьогодні позбувався права власності на землю, нікому ми не будемо потрібні в цьому світі. В завершенні у нас несколько минут. До конца прочту вопросы від зрителів. Вам, Олег Валючич. Ну, от Віктор спрашує, як, якою має бути реакція Зеленського на події під офісом президента, з которых ми починали? Я думаю, що завтра побачимо цю реакцію. А що має бути? Питаю наш глядачу. Якою має бути реакція? Реакція президента повинна відповідати статусу президента. Поліна пішет, сумніваюсь, що покарають цих вандалів. Хоча було б непогано показово засудити хоча б кількох, щоб боялися йти з фаєрами на держу встанови. Поліна, підтримую все ціло. Я думаю, щоб не ходили з фаєрами на держу встанови, треба зробити, щоб в Україні було чесне правосуддя і справедливість. Тому що, коли в районах немає чесних судів, від району до Верховного немає правди, то люди, як у Миколаїві, людина, в якої землю забрали пай, спалив себе. А якби в Україні був чесний суд, той чоловік жив би. І ніхто б у нього по безпреділу пай не забрав, який годує його сім'ю. Тому насправді, когось там посадить, щоб не палили фаєри, це не вирішення проблеми. Вирішення проблеми це відновлення чесного правосуддя і відновлення справедливість. Я с вами согласен, але це не взаємоисключающе поняття. Безусловно, треба усовершенствувати судебну систему, роботу правоохранительних органов і так далі. Але тих, хто в прямому ефірі, наглядно, публічно, згоден, хто в чині злочини, має відповідати. Згоден. Я поражен, честно говоря, до сих пор не можу успокоїться, потому що я смотрю на ці кадри в прямому ефірі, коли вони жгут здання, розбивають окна, їх снимають вокруг просто камер. Очень багато людей, фотографують журналисты, ну, понятно, виполняють свою роботу, свій долг, да, професіональний. І все. А потім вони спокійно расходяться по домам, віддіхати. Це неприємлемо. Насчет санкцій, от Татьяна у вас спрашиває, задаєте вам інтересний вопрос. Можете, Олег Валерійович, назвати три прізвища людей або політиків, мені інтересно, що Татьяна розділяє два цих поняття, проти яких слід було б застосувати санкції? Дивіться, санкції треба застосовувати відповідно до закону проти тих, хто причетний до фінансування тероризму. Байдуже як прізвище цих людей. Якщо вони причетні до фінансування тероризму, проти них можна відповідно до закону вводити санкції. Але я кажу про те, що РНБО не повинно перетворюватися в інструмент, який підміняє собою суди. В Сталінські тройки. Які таємними рішеннями. О, дивіться, ввели санкції проти 19 якихось там компаній. Я знати не знаю цих компаній. Кому вони пояснили? Хто суспільство бачив? Що це за компанії? За що санкції? Які підстави для введення санкцій? І покажіть, обґрунтуйте. А коли ви приймаєте рішення написаві таємних документів і ніхто нічого не знає, де гарантія, що це законні рішення? Де гарантія, що це рішення не для того, щоб у когось віджати ліцензії і передати потрібним компаніям? Якщо ці ліцензії роздані незаконно, де рішення судів? Де кримінальні справи? Де, от ви ж самі сказали, суд, Шевченківський суд арештував 100% акції «Моторсічі». Чому Шевченківський суд не арештував ті ліцензії? А РНБО це робить? Чому суд не арештував і не вилучив майно? Януковича, Азарова і всіх інших? Или про телеканали ви говорите? Чому телеканали, тоді ліцензії не були аннулировані? Тоді там звернулися за ліквідацією ліцензій. Тоді вже закрили канал, а вони вже закриті? В питанні закриті Медведчуковських каналів це правильне рішення РНБО. Тому що це не телеканалів. А кака різниця? В принципі ж просто канали закриті? Ні, ні, це не канали. Це інструменти російської пропаганди. Юридично це якось утверджено? Юридично Насрада звернулася до суду за аннулюванням ліцензій. Одному із каналів було, але тоді немає ще вердікта суду. Коли суд прийме рішення, ліцензії будуть анульовані. Телеканали, які закриті, це російська пропаганда, і вони мають закрити. Я вашу позицію знаю, у нас з розличні точки зрения. Україна в стані війни з Росією. Росія не має права проводити тут пропаганду. Кремлівські черти не мають права вести відкриту диверсійну інформаційну роботу. Рада національної безпеки і оборони в питанні закриття кремлівських каналів зробила правильне рішення. Я не бачу просто різниці з ліцензіями чи з Моторсічю. Якщо є юридична правова процедура, якщо є пропаганда, є нарушення закона, обращення в суд, рішення суду... Ви не бачите різниці? Мені прикро, що ви її не бачите. Я думаю, що різниця тут очевидна. Моторсіч – це українське підприємство, і є рішення суду про блокування цих санкцій. Канали, які закриті, це російська пропаганда, це диверсійна робота. Проти диверсантів треба відповідно діяти на підставі закону. Давайте не будемо спорити об цьому. Я задам вам ще один вопрос від зрительниці нашої, от Ольги, резюміруючи, якраз все више сказане. Ольга питає вас, чи піднімає Зеленський рейтинг собі цими рішеннями РНБО? Коли показує рішучість, я вірю, пішет Ольга. РНБО не повинно бути інструментом для підвищення рейтингу. Президент має працювати не на підвищення рейтингу, а на інтереси країни. Часто рішення президента можуть навпаки опускати рейтинг, або навіть знищувати його. Згадайте Ющенка. Ющенко своїми рішеннями знищив свій політичний рейтинг. Але як президент він приймав правильні рішення. Це був перший український президент. Наприклад, його не почули. Коли він закликав до протидії російської агресії в Грузії у 2008 році, і в батьох-батьох інших питаннях. Коли він боровся проти енергетичної залежності, проти газової залежності. Це все привело до знищення його рейтингу. Президент повинен жертвувати своїм рейтином заради країни. Рейтинг – інструмент, який ти використовуєш для реалізації тієї чи іншої політики, довіри збирателів, громадян. Президента обирають на п'ять років не для того, щоб він бав про свої рейтинги. Президент повинен дбати про національну безпеку країни, про національні інтереси країни, про здоров'я громадян, про безпеку громадян, про відновлення країни. А чим закінчиться рейтинги, не рейтинги, люди оцінять його роботу. Робитиме правильно, робитиме в інтересах людей, в інтересах країни, матиме рейтинги. Робитиме, якщо країна ставатиме слабшою, не матиме рейтингов. На обмані, як каже українська приказка, поле перейдеш, назад не вернися. Піар, показуха заради рейтингів, вони можуть вигідні бути для політика, але вони дуже часто невигідні і шкідливі для України, для національних інтересів країни. Дякую вам за розмову, пане Олеже. Спасибі, був радий зустрічі. Дякую. Навземі. І бажаю здоров'я всім нашим лідачам. Крепкого здоров'я вам, уважаємі телезрітелі. Спасибо за внимание. Олег Лешко був гостем программы «Сегодня». Завтра в 21.00 встречаємося в рамках итогового выпуска программы «Україна» с Тепаном Метелсином. До свидання. Хорошего вечера вам. «ЩJustine». Тепаном Метелсином проєкт початкову проєктThis планом Редактор субтитров А.Семкин